Приносим извинения за опоздание, но машины идут медленно. Им всего 70-75 лет, они немножко старенькие у нас. Но мы дошли, мы дойдем дальше. То, что мы сегодня своим ходом сюда пригнали, будет жить дальше, и мы уйдем. А вот эти мальчишки и девчонки, которые сейчас смотрят, возможно, на это впервые, будут это видеть и помнить. Потому что память о 9 мая должна в этой стране не умереть. Смоленская земля полита кровью героев, защищавших город во время войны. Из 300 тысяч населения сегодня в живых осталось меньше тысячи ветеранов. Боевой летчик Иван Емельянов встречал участников автопробега как родных. Вспомнили, конечно, мы войну. А ничего, что мы вашу форму надели, Иван Павлович, вам это не обидно? Нет, нет, нет. Ну как же так? Вы делаете нужное дело, воспитываете патриотизм, особенно в молодежи, любовь к родине. Больше всего живой истории обрадовались смоленские школьники. Они задали участникам Самарской делегации столько вопросов, что те не успевали на них отвечать. Специально к приезду гостей дети нарисовали рисунки о войне. Настолько трогательно было получить вот этот замечательный рисунок. Хочу еще раз показать этот рисунок нашим зрителям. И хочу показать автора этого рисунка. Олечка, иди сюда, пожалуйста. Вот она, такая замечательная девочка. Оль, скажи, пожалуйста, а что ты здесь изобразила? Как ты выбрала, что ты здесь изобразила? Это бой под Москвой. Здесь нападают русские солдаты. Они кричат «Ура!», чтобы все слышали, что мы победим. Самарская земля обеспечила победу технически. Ведь именно в запасную столицу переехало большинство советских заводов. Об этом говорил глава администрации Смоленска, наш земляк, уроженец Сызрани. Ну приятно земляков прожить? Да приятно не то слово. Даже хочется обнять и расцеловать всех. Так случилось, что война связала нескольких участников клуба. Они сражались за родину со Смоленской землей. За месяц до начала войны здесь родилась мать Андрея Васильева. И бабушка с ребенком вместе выкурилась уже в 20-х, наверное, в середине уже июля на эшелонах из Смоленска. Ну, конечно, подробностей этих я особо не знаю, но знаю, что они попали под бомбежку. Бабушка чудо спасла мою будущую маму. В 42-м году на фронте погиб дед Андрей Журавлева. Семья долго разыскивала место захоронения, и только перед самым пробегом пришел ответ из Центрального архива – могила деда на Смоленской земле. Вот, мне кажется, он нас сейчас слышит. Мне тоже. И ты можешь что-то ему сказать. Слух не буду. Инесса Панченко, Артем Сулейманов. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok